всем привет давно не записывал видео ничего такого интересного у меня не было и сейчас вот решил поделиться одной моей работой по полиграфии тема такая интересная видите версия еще на 82 платформе потому что для управляемой формы как я понял еще не существует управление производственным предприятием задача стояла в следующем у нас нет кстати не сохранились варианты как они работали есть только скриншоты я сейчас покажу объясню задача стояла такая полиграфисты работали microsoft project и им была удобна вот такая вот форма когда я особо полиграфии конечно не разбираюсь хотя я работал около полиграфической фирме которая продавала полиграфическое оборудование расходные материалы там немножко там что-то знаю но все равно мне приходилось людям людям приходилось мне объяснять что для чего нужно то есть как это выглядело полиграфисты стоят на машине у них есть вот это вот открытая форма microsoft project специально написаны под них и здесь вот тех процессы которые идут они в процессе печати то есть в режиме онлайн происходит ставили там меняли время печать как-то перемещали заказы которые печатаются и сами статусы вот это производимой работы как-то правильно назвать вот им эта форма была удобно но та форма которая была в 1с им было не совсем удобно сейчас покажу как она выглядит была вот такая вот табличка здесь тоже шли процессы но они не группировались и вот как можно увидеть допустим вот какой то есть заказ он разбивался на пять строк и полиграфистам приходилось на каждой строке там устанавливать время менять состояние статус заказа там печатом он там перенесен и точно также менять порядок печати если нужно там допустим какой-то срочный заказ появился его нужно перенести раньше распечатать приходилось там строчками стрелочками его передвигать причем в другом документе не в этой табличной форме это было неудобно и меня попросили сделать похоже в 1с вот такую вот форму заняло мне это время полгода но это с учетом того что приезжал раз в неделю и сидел где-то по 4-5 часов иногда что-то дома делал там удаленки задача была сложная поэтому приходилось приезжать на место и уже на с людьми работать потому что очень много было нюансов разных что получилось сейчас покажу сейчас покажу что получилось форма у нас получилось более менее похоже на так как microsoft project здесь она вот разбита по оборудованию это можно дело все сворачивать потом вот эти строчки они тоже сгруппированы можно посмотреть печатные от процесса они разбиты и что удобно что их можно взять и передвинуть допустим допустим можно поменять порядок печати и вот это вот время которое здесь начало окончания он автоматически пересчитывается после того как мы передвинули точно так же полиграфисты могут менять состояние то есть статус чате вот он отработан и сейчас он берется необходимая информация та которая была в project она тоже здесь выводится потом уже в процессе работы оказалось что им удобнее какие-то сопутствующие операции добавлять самостоятельно они то что-то подтягивалось программы поэтому от сопутствующих операций которые прописаны в заказе мы отказались и уже полиграфисты самостоятельно технолог добавляют сопутствующие операции потом еще добавились добавление заказов вручную потому что все это дело происходило в отдельном документе от того документа отказались и все сделали в одной табличной форме то есть тут уже правами пользователя все это дело регулируется что тут еще такого интересного понятно что подсветка там сопутствующей операции там такого цвета расчеты печать там другого цвета где-то еще здесь было примечание вот можно оставлять я не знаю скорее всего не пользуется но как инструмент я его добавил и можно здесь для каждой операции там добавлять чему я все это веду то есть с помощью 1С можно сделать такую удобную таблицу в торговле конечно наверное это не столь актуально допустим где-нибудь там в логистике в транспорте возможно это и будет интересно потому что если где-то какой-то транспорт там движется нужно передвинуть то же самое там время пересчитать то вот таким вот образом все это можно сделать ну наверное на этом все спасибо за внимание до свидания в